Вау! У меня получилось! Получилось! Я смог! А куда жать-то? А я ж так никогда не делала! А чё происходит-то? Нам Биря приветы передает! Ты видела вообще? Передает привет! И Костя, и Гропула тоже здесь! Короче, сейчас пока все понемножку приходят! Расскажи, как прошли эти два месяца изоляции? Два! Что, два месяца уже было? Прикинь, да. О, у меня через два дня! У кошки день рождения! Ну, ладно, ладно, это не к тому! Это считается! Очень важная информация! Важнейшая вообще! Ну, на самом деле, до сих пор такое безумно странное состояние. Ты не понимаешь вообще, к чему готовиться, что делать. Как бы, вроде, ну, как бы, все равно у тебя выходные отпуска, это как раз самоизоляция. Так, меня тут надо занять. Вот. А ты все равно не можешь ни до родных доехать, ни на море съездить. И, короче, такое состояние прям... Это такое, все, путешествие! Скорее, скорее! Вроде время свободное есть, а все закрыто, все... Ну, прям вообще. И ты такой, а что делать-то, как бы... И, короче, тоже, знаешь, ну, потому что у тебя, когда выходные дни, это первое, что ты ждешь, это сгонять на море, а второе, это, как бы, ну, все равно режима такого, как такового нет. И ты хочешь, там, знаешь, ты как раз можешь потусить так, где ты не мог в сезоне, там, те же, там, театры, бары какие-то, еще такие вечериночки. А все закрыто. Да, тут тоже все закрыто, и ты... У меня, да, Виря там обмечает мой макияж, потому что у меня сегодня стрелки красивущие, как никогда вообще. Ой, Алтай нас зовет! Да, и обои, смотри, какие у меня е-е-е, яркие вообще, веселенькие. Но у меня, правда, еще зеленый диван, и, короче, у меня обои под диван или диван под обои, но там уже, как, конечно, получилось, короче. Надо было стрелки еще зеленые нарисовать. У нас тут переписочка, что Коча с Кадочкиной, они вроде даже в одном городе, чего они там встретиться не могут? Чего они тут вот здесь начали? Я тебе больше скажу, они живут иногда вместе. Ну, короче, значит, сейчас я тебе скажу, у нас соседи, ну, как бы все соседи вообще такие соседи, вот, и, короче, они уже все давно живут, и у них, ну, как бы, весь ландшафт уже сделан. У кого-то там грядочки, у соседа, как бы, там соседа одного, у него уже бассейн есть, он его облагораживает, то есть у всех такие красивые газончики, красивые дорожки. И, короче, я с мамой, маме видос тоже ведет связь с болтами, и я ей показываю такая, знаешь, смотри, мам, типа, огород нормального человека и у нас, а у нас просто такая выжженная земля, безумный макс, знаешь, у нас остатки металла, ну, как бы, вот металлолом мы сдали, какие-то две бочки стоят, мы в них периодически макулатуру сжигаем, то есть там этот, у нас, короче, такие, знаешь, там тоже брус, который надо потом использовать на построение там какой-нибудь беседки, короче, и все. Ну, блин, ну, это просто выжженная земля, короче, такая, знаешь, и у соседей красивый зелененький газончик, знаешь, выросло ожидание, реальность, то есть. И вот, ну, пока, короче, в процессе, ну, нашли девочку, она нам потихонечку рисует ландшафт, и, ну, надеюсь, этим летом закончим. Что будешь садить, редисочку, зелень или уже, там, арбузы, огурцы, помидоры? Нет, 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 вы понимаете, сегодня произошел такой дивный, мне муж подарил куст малины, ну, вот, я поняла, что, наверное, я единственное, что, зачем я готова ухаживать, это вот малину я хочу, и хочу, ну, как бы, может, он за ней будет ухаживать, но я хочу какую-нибудь грядочку с мятой, милисой, может быть, с какой-нибудь зеленушечкой, то есть, знаешь, ты пришел, там, петрушечку, там, себя закинул, лучок, но у него хорошо, у него растут в каких-то, причем он для этого раньше использовал какие-то банки из-под краски, то есть, от торта, знаешь, вот эта верхушечка пластиковая, он там растит лук, ему, короче, к шашлыкам лучок свой домашний, он там вообще такой зеленый, ну, короче, круто. Смотри, ну, я вообще тебя пригласила не только для того, чтобы просто поболтать, но еще у меня есть для тебя небольшое задание, сейчас я составила для себя блиц, несколько вопросов, ну, что-то около 20, тебе нужно на них быстро ответить. Суть в чем, я задаю тебе вопрос, ты должна ответить на него ответом игрока из команды, то есть, допустим, кто из игроков самый ответственный, ты называешь только из команды, можно действующих, можно тех, кто пришел, допустим, ты знакома с кем-то из наших новеньких девочек, готова? Попробуем. Ну, давай, тогда поехали, первый вопрос, кто самый ответственный? Жека Старцева. Кто помогал адаптироваться, когда пришла в команду? Биря. У кого хороший вкус к музыке? Кадди. Ну, только-то, только-то, но не ко всем. Ну, нет, как бы нормально, она просто музыкальная, она, но не все я разделяю, но нормально. Кто больше всех ест? Коча? Я знаю, Ворон, Ира Воронкова, но она же была у нас или не считается, типа, кто был? Не, я знаю, кто ест, я видела вообще, я видела, это Федя, Арина Федоровцева, я видела, и у нее, я не знаю, куда она это уходит, а прям нормально, как бы, я так думаю, тут, Арина, я тоже могу так. Кто чаще всех опаздывает? Не, я была молоденькая, я так делала, как бы, ну, не специально, а сейчас, как бы, так, ну, не знаю, у нас, наверное, не было последние вот несколько лет вообще никаких таких, то есть, там, ну, я знаю, а, ну, она тоже уже не играет, то есть, ну, Юлек подскалина у нас периодически приходила, ну, как бы, тик-в-тик, короче, а все. Кто является лучшей компанией? Биря, Биря, Бирючелли, Биря! Кто из командов для себя пример для подражания? Саманта. С кем попадешь на необитаемый остров? С Бирей! Ну, с кем попаду, я не знаю, там, пропаду, не пропаду, короче, Бирь, нормально она, язык знает, бла-бла там сделает. Кстати, Таня Кадочкина в нашем снеэфире сказала, что она бы взяла на необитаемый остров тебя. Ох, серьезно? Она сказала... Я бы знаю, я бы мужа взяла. Он, короче, умеет там всякие штуки строить, короче, такой, еду, да, будет, то есть, ну, да. Кто твоя лучшая подруга в Динамо Казань? Биря! Мне надо было счет вести, кого-то больше всех. Да, да, сколько раз Биря ответил. Я, на самом деле, да, эти тоже думают, как бы, музыкально вкусно, я же не могу снова сказать, Биря! Кто самый стеснительный в команде? Ну, наверное, таких стесняшек нет, я знаю, мне кажется, она Санька Малова такая скромняшка, но она такая с перчинкой скромняшка, то есть, она такая леди... может вообще показать себя. А кто больше всех сидит в Инстаграме? Ну, это молодые, я думаю, все равно там Кади, Коча, Вита, ну, мне так кажется. Ну, еще Биря, ну, Биря контент делает, Биря, да, она там так все туда, она еще и выкладывает, как бы. Я тут посмотреть захожу. Кто лучше всех поет? Биря! Ну, Жак Старцева тоже хорошо поет, я там, этот. Эли! А, блин, ну, как я скажу, кто это, ну, они... Ну, да, ну, короче, вот, все, кто такие, да? С кем живешь из команды на выездных матчах? С Жакой Старцевой. С кем хотела бы поменяться силами на время матча? На матче? Санькой Маловой! Принимать хочешь? Я была бы суперзащитником. Я бы, короче, там, шук-шук-шук, наверное, если бы, наверное, я не знаю, но просто я на самом деле не представляю, как управлять руками и ногами, которые меньше моих. Это же тоже, как бы, так, ну, ты так долго к этому шел, чтобы научиться управлять своими, а тут тебе нужно переучиться, как бы так. Так, ну, все равно, Анькой быть интересно. А кто тебя всегда пожалеет? Ну, если есть такие вообще? Ну, мне кажется, так всегда можно за советом все равно к Марине прийти. То есть Марина у нас леди взрослая, то есть, и вот, мне кажется, ты всегда можешь обратиться к ней, вот, а, нужное скажет. Биря пишет королева защиты. Да, я тебе говорю вообще, Биря по нам соскучилась, наверное, она ждала, я думаю, она ждала этого эфира, как вообще, как не могла, весь день, весь день спать не могла, есть не могла. А кто главный тусовщик в команде? Нет, это Биря и Жека. Ну, я думаю, Сэмми, Сэмми тоже такая у нас деваха, вдвижемся. А кто больше всех не любит давать интервью? Марин Марюхнич. Вот, кстати. Ты относишься к тебе? Я всех знаю, всех читаю вообще, про все, вообще прям, всех прям вот. Так, я еще хотела тебе задать вопрос по поводу твоих родителей. У тебя мама волейболистка, а папа баскетболистка, верно? Наоборот. А наоборот, да. И твой младший брат занимается баскетболом. Как так получилось 2-2 у вас в семье? Баскетболисты и волейболисты. Вы когда не ругаетесь за этого? У нас, знаешь, как получается, мы как-то гуляли, когда вот, ну, гуляла я, брат, папа. И папа брат, ой, Витя, мне так нравится, ты такой молодец, там все, я игры все смотрю, все записываю, ты такой классный, туда-сюда. Ир, ну тут вот подачи ниже над сеточкой можно подавать, там какие-то такие вещички, начинают мне пихать. Я такая, ладно, а с мамой наоборот. Вот, Витя, ну ты в защите мог пониже сыграть, что-то тут пропустила, ой, у тебя такие стрелки красивые, а форма, ой, а девчата-то у вас какие потрясающие. Я вот так, короче, вот так вот общаюсь. У вас форма такая классная. Ой, и хвосты у вас у всех, блин, такие прически классные вообще. Вот у Жени, Жени хорошо так с ее шишечкой вообще, так элегантно. Алексей Владимирович пишет, поле вижу, мяч и мяч держу, я на лавочке сидела. Ну вот, он еще не таких шуточек знает. А знаешь, как есть, блин, а я не знаю, может так этот, как этот, кто не курит и не пьет, тот в состав не попадет. Но это неправда. Да, но лучше все-таки это не практиковать. Ну, я профессионал, я вот, посмотрите на меня, я в составе, и вот прям. Скажи, по кому больше всех скучаешь? Ну, наверное, это Биро все-таки из команды. Мне кажется, если бы вам волю дать, и куда-нибудь вы бы уехали в загород и жили бы там вдвоем. Да, загород в Хорватию, да, куда-нибудь, ну, какой-нибудь загород нероссийский был, да. Пула там, там у них ресторан свой говорят, там уже, я думаю, море теплое, вообще. Так, а скажи, пожалуйста, ты уже успела выйти куда-то по магазинам там походить, хотя ничего еще не открыто, но ты успела вот прочувствовать? Да, я сегодня еду в парикмахерскую на стрижку. Вот, у меня хочу вот так, вот так, вот так. Ну, ты, кстати, в прошлом сезоне подстриглась так довольно коротко, отстригла свои длинные волосы. Ну, я так хотела, все. О, да, я, кстати, да, я скупила чуть интернет-магазинов, то есть я ждала, я на почту периодическую ходила. Ну, такое, что там как раз посылочки забрать, на райончике на велосипеде каталась, у нас тут дорогу строят, поэтому мы подглядывали на дорогу. А скажи, пожалуйста, ты слышала о том, что в Татарстане сейчас идет послабление режима для спортсменов и разрешат тренироваться профессиональным клубом? Что об этом думаешь? Слышала. На самом деле очень рада, но пока что все равно тоже такое состояние, ну, как-то, наверное, подвешенное, задумчивое, потому что, я думаю, все равно какие-то там, ну, как, ну, не ограничения, но какие-то требования все равно будут. И тоже сейчас еще, то есть в каком формате, как бы, будет составлена тренировочная программа, потому что у тебя еще, ну, как бы, до сезона далеко, к чему ты сейчас будешь готовиться, в каком формате. То есть ты же тоже не можешь прийти сейчас в мае и начать впахивать. То есть три месяца сборов у тебя будет, или как бы в каком формате? Ну, что делать? И поэтому пока что просто, ну, тоже пока до сих пор ждешь, что скажут, и уже потом будешь, ну, как бы, официальная версия, ты уже будешь там принимать ее. А когда приехала вообще в Казань, тебе понравился город с точки зрения, ну, не знаю, там, какой-то логистики, какие-то интересные места? Да, ну, ты же не жила по-любому, дом, центра волейбола, центра волейбола дом. Нет, не жила, не жила. На самом деле, Казань вообще прикольная и по городу, и по команде, что тебя команда всегда возьмет, ну, как бы, под свое крыло, и тебе все, что надо, тебе быстро покажут. То есть прям вот все, прям топ-места, как бы, такое. Вот, и поэтому понравилось. То есть и город развитый был, потому что я слышала истории, когда, ну, как бы, много легионеров волнуется переходить вообще в Россию, потому что думают, что у нас тут, знаешь, ну, потому что спрашивали, когда в Казань приглашали одну из девочек, и она говорит, слушайте, а тут вот в Казани хотя бы торговые центры-то есть, или там кинотеатры, типа, а то что, ну, как бы, что муж у меня будет делать, пока я тренируюсь, то есть там вообще, как бы, ну, хоть один магазин-то есть, то есть ей говорят, нет, ну, нормально, это хороший город, то есть спокойно, тут все есть, то есть и там тренажерные залы все, и музеи, и рестораны, и там бары, и торговые центры, то есть, ну, на любой вкус и цвет вообще все, что тебе интересно, ты найдешь в Казани, да, там, ну, как бы, понимаешь, что это все равно где-то ограничено, то есть, ну, то, что это не там, не дикая Москва с огромными расстояниями в плане того, того, что, я думаю, все равно иногда в Москве, ну, как не большего, ну, наверное, да, больше возможностей, больше мероприятий, но Казань не уступает, и ты реально здесь можешь найти все, что тебе интересно. Скажи, пожалуйста, какое твое самое любимое место в плане достопримечательностей? Вот, красиво, прям сплят за душу в Казани и вблизи, потому что... Знаешь, что меня поразило? Свияжск. Ко мне приезжала мама, и она нашла какую-то девочку-экскурсовода просто нереального, и она, я вот говорю, я вспоминаю, и это было восхитительно, мы, получается, на своей машине сели, мы, получается, около там, ну, часа, наверное, ехать до туда, нам эта девочка все рассказывала, то есть, тоже как раз предысторию. Мы переехали в Свияжск, и мы, видимо, тоже так покорили девочку, и она нас, и она нам там вместо, к примеру, трех часов, около пяти часов рассказывала, то есть, мы обошли весь этот Свияжск, еще погода классная была, слушай, и меня вот прям поразило. Мы как раз вот все там проходили, на обратном пути тоже около часа ехали, она нам еще этот час рассказывала, безумно интересно, без повторов, все, что надо, не надо, ну, как бы, очень классно, и вот такое, что, наверное, что я первым сделаю, когда ко мне приедут кто-то в гости, это отвезут в Свияжск. В чем секрет сплоченности и дружбы в вашей команде? Мы едины, мы непобедимы, да, ну, я не знаю, на самом деле, я думаю, это просто, может, так сложилось, я не знаю, может, как бы, думаю, может, это просто личные качества каждого игрока, ну, я не знаю, я думаю, во-первых, все равно до того, как, ну, там, я пришла, да, вот когда еще, я думаю, это, как бы, такой формат общения, наверное, построился еще до моего прихода, и потом уже просто кто был, как бы, старичками команды, кто вот оставался, думаю, просто это приносили, ну, как, следующим игрокам, кто пришел. То есть, и вот постепенно, знаешь, как бы, так это все, как традиция, привносится дальше и дальше, там. Шестер Загинович, он, как бы, сам себя называет учеником карт-поли, потому что он еще и с ним работал. Когда перешла из Урала, шла из Урала, были какие-то перекликания между тренерами, было у них что-то общее в работе и в отношениях? Ну, наверное, вот прям так сразу не заметила. Мне какие-то вещи, наоборот, даже казались больше у Вадима Анатольевича Панкова, я видела какие-то такие вот прям отголоски и поведения Николая Васильевича, чем, ну, серьезно прям так. Ну, вот, наверное, у Решат Серудзиновича нет такой ассоциации. То есть, знаешь, как прям два самостоятельных тренера, потому что, да, я помню, у нас как раз первый год, когда мы пришли, у нас сместился Кубок Ельцина, и мы в этот год Кубок Ельцина играли, по-моему, то ли в сентябре, то ли в октябре, и как раз вот у нас с Казани я поехала, и Дашка Столярова, и Саева. И вот Решат Серудзинович, он, получается, как вторым тренером был, но мне кажется, ему тоже было непросто, когда ты так долго времени работаешь первым, а тут тоже Николай Васильевич, он такой эмоциональный и серьезный мужчина, который любит, когда все сделано, как он хочет, и я думаю, это тоже были такие, ну, как проверка, что ли, наверное, знаешь, проверка своих сил, своего терпения там, поэтому тоже такой опыт интересный был поработать с ними вдвоем. Весь карантин закончится, ты чем займешься, кроме того, что ты сходишь в парикмахерскую? Нет, я в парикмахерскую уже сейчас схожу, то есть это как бы так, но я бы, наверное, все равно очень хотела доехать до Новосибирска, то есть я очень соскучилась, и вроде мам потихонечку собирается сюда приезжать, в Казань, ну, как бы в гости, но тоже ты пока не понимаешь, как бы разрешается это, не разрешается, то есть какие ограничения на передвижение по стране, вот. И, ну, все равно, знаешь, такие, ты вроде соблюдаешь, ну, там, стараешься соблюдать там меры защиты, которые там предлагаются, но все равно, знаешь, какие-то посещать массовые мероприятия, там, из серии торговые центры, какие-то самолеты, все равно вызывает такие опасения, ну, сколько бы ты информации не читал, ну, как-то, знаешь, толпу людей тебе идти как-то не особо хочется, вот. Вот, и поэтому, ну, вот, да, если бы все было там безопасно, но я бы хотела все равно, наверное, какое-то общение, может быть, там, ну, нет, в театре, да, я могла бы в театре играть, я думаю, как ты думаешь, я бы могла быть актрисой? Ты бы собирала полные залы, это сто процентов. Ну, хотя я не знаю, я думаю, все равно мне было бы тяжеловато играть драматические роли, расстроенные какие-то, знаешь, мне кажется. Ну, хотя, я не знаю, я думаю, это все равно, ты же все это специально, ну, тренируешь, и учишься, и плакать на камеру, и там, плакать даже, когда ты не расстроен. Я знаю в свое время, когда еще была вот молодежная сборная, и тренером был Решат Церезудинович, и он в свое время разрешал, ну, это было очень давно, и это, как бы, закончилось, что кто не мог выговорить, то он разрешал говорить Решат Сергеевич.